Хочу рассказать вам о старинном, дедовском, очень прочном растворе для печи, который, несмотря на то, что состоит в основном из глины, имеет очень большую прочность. И у него есть очень много таких важных преимуществ перед обычным глиняным раствором. Например, он очень прост в применении. Его может использовать даже человек, не обладающий знаниями печника. То есть сделать его, и ничто не потрескается. То есть если обычную глину замесить и не использовать, например, не ту глину, слишком жирную или слишком тощую, то может не получиться раствор, не те пропорции сделать. А в этом же растворе можно использовать не то, что тощую или жирную глину, можно использовать даже совсем другую глину. Ведь не только красную, можно голубую, белую и так далее. Можно любую глину использовать, можно даже все вместе помешать, как я, например, делал здесь. И все получится. При высыхании этот раствор не трескается. И еще одно такое важное преимущество, это то, что его можно использовать даже в такую погоду, как сейчас. Сейчас у нас уже лег снег, температура минусовая, такой небольшой минус. И можно использовать. Понятно, его нельзя использовать в слишком большой мороз. Но для слишком большого мороза, я уже снимал видео, раствор для кладки печи, даже мороз. Там я использовал самый лучший раствор для печи, не дающий трещин. Ну или также использовать можно огнеупорный цемент из золы. Как эти растворы сделать, можете посмотреть видео на канале. А этот раствор для таких осенних температур, для осени, можно сказать. Ну, можно, конечно, и летом его использовать. Или если мы используем зимой, то надо, чтобы температура в помещении была где-то 0 и выше. То есть обязательно такая вот. А в чем преимущество? Вот я хочу перед глиней. Глиняный раствор же тоже можно при плюс 5 делать, да? В том, что, например, когда мы используем глиняный раствор обычный, да, то тогда надо, чтобы он высох естественным образом. Если мы, например, положили печь, заштукатурили и сразу же протопили, что произойдет? Она потрескается. То есть вот эта вся штукатурка полопается, отвалится, а кладка просто в ней будут трещины, и даже в некоторых местах может дым оттуда идти. То есть вот такой вот минус. Надо для обычной глины, чтобы она высохла естественным образом. А для этого раствора этого не надо. Мы можем сразу же все сделать и тут же сразу протопить печь. И ничто не потрескается, ничто не отвалится. Вот в чем преимущество. Никаких трещин не будет. Даже вот сырая глина тут же высыхает, и никаких трещин. Ну, как его сделать, далее расскажу. Накидал в ванну глины, то, что осталось от скважины, которую я бурил. Причем тут разная глина, разной жирности получается, потому что та очень жирная, голубая которая. Очень-очень жирная она. Так, тут три ведра я высыпал. Не знаю, может еще высыпать ведерочка. В общем, собираюсь потом залить ее раствором, известковым раствором. Получается, пакет разделил на половину. Это получается пакет 6 килограмм. Значит, половина, 3 килограмма. Негошеная известь развел в 10 литрах теплой воды. Еще добавил одно ведерочко глины, уже 4 ведра. Сейчас добавлю, также залью гашеную известь. Погасил ее. Ну и пусть она размокает. Если просто развести с глиной известь, да, она будет трескаться, данный раствор. Поэтому соль добавляет именно с этой целью. И тогда нормальный раствор получается. А еще, вообще здесь должен быть еще песок. Но так как у меня нет песка, поэтому такой вот упрощенный вариант без песка. Еще у нас глина, соль, гашеная известь. Вот, и четвертый должен быть песок. А я залил одним ведром гашеной извести сюда. Чуть-чуть так, маленечко потыкал, чтобы процесс был быстрее, чтобы быстрее глина разбухла. Вчера немного поработал с данным раствором. Выложил пару вредков еще. По поводу данного раствора хочу сказать, что возможно при такой температуре, как у меня сейчас в бане, плюс 5 градусов днем и ночью еще холоднее, нужно больше времени на то, чтобы глина рассосалась. Рассосалась, потому что иногда еще попадаются комки. Но по гастоте он нормальный. Как мы проверяем на гастоту. То есть он должен, его можно легко стряхнуть из кельмы. Вот так вот, да. Но с другой стороны он должен прилипать хорошо. Переворачиваем, он держится. Так, берем его, раз, и нету. И ушло все. Ну а теперь хотел бы вам показать, как выглядит данный раствор после протопки печи. Как видите, первый, второй, третий, четвертый ряд, это данный раствор, о котором я вам говорю. А далее я уже использовал, начиная с пятого по восьмой ряды, использовал обычный глиняный раствор. Почему такая разница большая? Почему такое произошло? Как видите, глиняный весь потрескался, и вот он отваливается. Во-первых, глина подобрана не та, которая нужна. Это первое. А второе, это то, что, самая главная причина, после того, как я положил печь на этих растворах, на следующий день я сразу же протопил ее. Поэтому обычный глиняный раствор просто потрескался. Там, где заштукатурил, все обвалилось, вот отваливается, и даже вкладке, да, между кирпичами видны трещины. В некоторых местах может произойти так, что все это потом тоже вывалится. Ну, не все, но часть может вывалиться, как, например, вот здесь вот, видите, отвалилось. Вот здесь тоже я потом замазал вот эту вот часть огнеупорным цементом и золым. Вот, что потом придется еще штукатурить. Поэтому с обычной глиной так делать нельзя. Глина, для глины надо подбирать определенную глину, и, конечно же, чтобы она высохла естественным образом в тепле. Летом сделали, подождали, когда она полностью высохла, и после этого только можно использовать печь. Но с этим раствором такого нету. То есть его можно как раз использовать в таких вот экстренных ситуациях. Сделал, все выложил, да, топку, да, ну, или даже печь, и сразу же протопил. Самое интересное, что этот раствор не потрескался, да, вот здесь он очень хорошо подсох, он очень прочный, очень хорошо прилегает, то есть держится. Но у него есть недостаток, наверное, уже отсюда даже вы видите. Несмотря на то, что я протопил печь, вот внизу где-то здесь он еще все равно не подсох. Вот видите. Это у него такой вот недостаток, минус. Даже по сравнению с обычной глиной, этот раствор сохнет дольше. И если мы используем его, скажем, не в печи, а где-нибудь штукатурим стены, то нужно долго-долго ждать, когда он полностью высохнет. Он очень долго сохнет. Вот такой вот у него минус. Но если мы используем в печи, то можно сразу протопить, даже не дожидаясь его полного высыхания. А кроме этого, я заметил, что когда он начинает высыхать, вот здесь, например, высыхает, вот здесь, здесь вот видно, образуется соль. Вот здесь вот, вот эта часть, когда я топил печь, оно подсыхало и полностью было белым, белое. Соль выделилась наверх, наверх раствора. Но самое интересное то, что после того, когда раствор просыхает полностью, эта соль уходит. Эта соль только на самом начальном этапе, когда он начинает подсыхать. Потом же ее нету. Вот как видно здесь, нет никакой соли. Поэтому в данном случае я не считаю, что это минус, так как она уходит после полного высыхания. А вот то, что он долго сохнет, это да, это действительно такой минус. Ну а так, во всем остальном, как вы заметили, это хороший раствор, очень прочный, который можно использовать в экстренных ситуациях. Так что вот такие вот преимущества и минусы у данного раствора перед обычным глиняным. Надеюсь, что данное видео вам было полезно. Спасибо вам за комментарии, подписку, лайки, да, то есть, что делитесь моими видео, что ставите оценки. Ну и, конечно же, вам желаю всего самого хорошего. Смотрите другие видео на моем канале. До скорых встреч. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...